В СУ с самого утра ведут ракетный обстрел Белгорода и прилегающего района. Тревога звучала пятый раз за день. После попадания снаряда обрушился весь подъезд десятиэтажного многоквартирного дома на Харьковской горе, юго-запад Белгорода. Отметим, что согласно данным на момент подготовки материала, число пострадавших возросло до 30 человек. Двое из них – дети. На данный момент из-под завалов извлечены живыми 12 человек. На место происшествия прибыл губернатор Вячеслав Голодков. Помогает разбирать завалы. МЧС везет поисково-спасательные работы и эвакуацию. При этом в ходе разбора завалов крыша многоэтажки рухнула. Сообщалось, что пострадали трое сотрудников МЧС. Однако позже ТАСС сообщил, что это неверная информация. Сотрудники МЧС не пострадали, но там могут быть гражданские, цитирует агентство оперативной службы. Сохраняется опасность дальнейшего обрушения здания. Следственный комитет расследует массированный обстрел Белгорода со стороны вооруженных в формировании Украины. По факту обстрела Белгорода возбуждено уголовное дело о теракте. Минобороны Российской Федерации сообщило о террористической атаке по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Альха» и РМ-70 «Вампир». При этом украинская сторона утверждает, что попадания снаряда не было. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБУ Украины Андрей Коваленко заявил, что дом, похоже, взорвали. Украинский чиновник заявил, что на кадрах с обрушением дома не видно падающих объектов. Поэтому все обвинения в адрес украинских войск не соответствуют действительности.